так что аллилуйя слава господу но на самом деле хорошее время лето как я вам и говорил не всегда будет холодно ну понятно что пока что все так выглядит что не соку вы можете сгореть на солнце сока заржаветь от дождей но на самом деле все это полезно и я верю что дожди тоже нужны конечно нам как людям тут на асфальте это не всегда понятно но те кто пользуется огородами кто пользуется полями то это же конечно огромное благословение поэтому молимся благословляем и верю что нам нужен урожай для нашей страны и для нашей нации нужно обеспечение которое приходит от бога и земля это есть одно из важных благословений который бог дал нам и я верю что так должно и быть итак вы знаете что у нас две части этого служения одна часть мы здесь учимся основании библейского слова о нашем правильном понимании перемен и единственный путь для нашего преобразования это как раз и есть обновление нашего разума и это процесс так бы хотелось чтобы можно было вставить какую-то флешку и все в памяти там изменить и все все настройки поменять и если бы так это можно было бы мы были бы давно все счастливы но вся проблемка в том что ну мы всю жизнь копим вот все те знания опыт практику и мы их ценим знаете мы их так бережем и потом вдруг оказывается что это не те вещи за которые нужно держаться есть более важные ну более ценные вещи а для того чтобы они заняли наш разум надо выпотрошить оттуда все старое а это не так просто мы когда учим на школе миссионерской и мы говорим о перемене или преобразование нашего мышления то мы говорим что наш разум устроен но к сожалению не как какой-то сосуд который можно залить и легко так вылить наш разум он устроен быстрее правильно сказать как такая твердая 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 губка с медленным процессом выбирания и выпускания но если вы понимаете кто моет посуду скажем соку раз если там есть уже ну какой-то мыло соку раз нужно ужать рожать чтобы знаете вы вымыть вы полоскать эту губку для того чтобы она ну как бы стала свежей а с мозгами нашими с разумом нашим еще сложнее потому что там нужно соку много раз найти в ну вытянуть оттуда все то к чему мы привыкли а мы с ну как бы до конца даже этого не понимаем на соку мы держимся за все старой ну я говорил в прошлый прошлый раз по поводу вещей в шкафу и так дальше скажем и это то что как бы видимо то что можно пощупать это мы скажем там а вдруг пригодится вдруг надо а с мыслями нашими еще сложнее потому что мы держимся и ненужная память она так активно у нас работает и мы памятуем многие вещи обиды эмоции чувства и все это он скажем знаете перемешанного с нашими взглядами ценностями с нашими можно сказать обидами разочарованиями и чем ну чем больше мы об этом вспоминаем тем больше мы переживаем опять и опять эмоционально эти вещи тем сильнее мы делаем вот эти узлы памяти потому что именно вот эти узелки памяти так называемые завяжи себе на память это запекание белка в нашем ну мозге который в себе носит вот эту информацию и чем чаще мы туда вас ну как бы возвращаемся и обдумываем эту ситуацию тем ярче и сильнее это дерево мысли она у нас там утверждается если это позитивное мышление как мы говорили то это дерево но вызывает у нас и позитивные эмоции позитивное направление и наоборот если это плохие мысли злые мысли или обида горечь и разочарование они кроме того что они тоже имеют такое же дерево и построения но кроме всего этого они еще и негативно влияют на наше ну как бы самочувствие самочувствие восприятие этой ситуации мы всегда ну как бы ну если не внешне агрессивно то внутри у нас всегда есть на это скажем негативная реакция и естественно она же и настраивает сразу наш настрой в ту же в то же самое русло поэтому мы об этом уже много говорим и я рекомендую вам если вас хватит терпения и силы потихоньку читать королев по поводу кто включил мой мозг кто выключил мозг то есть включи свой мозг это очень очень глубокие труды которые она сделала и мы старались перевести носок это было возможно но чтобы она была читаема но это сложно потому что слишком умная эта женщина писала и но если все равно захотеть можно эту книгу прочитать одну вторую почему потому что она с научной точки зрения как специалист ну нейропластик она рассказывает как как на самом деле это влияет как она работает и на практике и она действительно заслуживает огромного внимания с нашей стороны и я верю что но это одна из ну таких работ которые важно ну тебе ознакомиться с ними ну я говорю с той позиции что ну как бы есть писание и этого достаточно для того чтобы она преобразовала тебя но для пытливого ума для для людей которые находятся в поиске ну как бы научных подтверждений вот пожалуйста возьмите и возьмите это для себя потому что это действительно по-настоящему у вас благословит и но я верю в то что нам нужно давать пищу для нашего для нашей души также чтобы наш разум обновлялся и чтобы мы понимали что все что говорит писание это есть но скажем богом утвержденные принципы и идеи которые живы и который будет функционировать в нашей жизни и в то же самое время но настоящая наука ну вся правдивая наука она только ну скажем со временем делает открытие в пользу того что бог уже давно сказал то есть начиная то что ты выседаешь над кругом земли когда люди высмеивали эту идею заканчивая теми откровениями которые бог говорил что перемена твоей жизни начнется с того что ты начнешь преобразовывать твое мышление ну ушли столетия для того чтобы доказать что это действительно ну на научном уровне доказать что единственный способ перемены твоей жизни это перезагрузить свое мышление и это ну один из сложных процессов которые ну мы не хотим это делать нам легче намного молиться господи обновимое мышление вместо того чтобы брать его и обновлять и вы знаете что что это наша ответственность если бы мы не могли этого сделать бог бы нас этого не просил делать поэтому еще раз повторяюсь то что уже сказал множество раз не рассчитывайте что перемена в вашу жизнь ваш разум придет от того что за вас помолится кто-то помазанный человек божий то есть да вы можете прикоснуться к сверхъестественному и с помощью молитвы других людей в освобождении пророческого слова вашу жизнь вы можете получить ну скажем своего рода такой толчок помощь начало движения но от вас будет зависеть на сколько вы захотите это пустить ваши вашу жизнь разрешите этому но обновлению вашего мышления на основании слова божьего или воли божьей принимать решение ну как бы для вашей жизни и это это ну скажем вызов номер один для каждого из нас потому что но христианство тут часто любит две обочины одна из этих обочин я не достоин не заслужил и я буду ждать пока я стану достойный может быть боженька на меня тогда будет ну там более ну как бы снисходительно относиться вторая крайность это тогда когда мы неправильно понимаем учение благодати и мы говорим бог уже все заплатил на небесах и мне это все принадлежит да и аминь так оно и на самом деле есть только весь вопрос чтобы она с небес из твоего духа транспортировалась или материализовалась твоей реальной жизни на пути между духовным и физическим стоит твоя разумная душа и если ты ее не обновишь то она ничего не пропустит она тот еще фильтр который скажем практически все удерживает и она либо опрокидывает либо принимает если в душе твоей будет достаточно аргументов на которые она может ну как бы доверять исцелаться она будет принимать ну слово божье как истину и если душа твоя не будет обновлена и то есть разум эмоции чувства они не будут обновлены в соответствии с истиной божьего слова она будет блокировать и будет возвращать тебя на исходную позицию то есть она будет возвращать тебя на позицию того опыта и знаний которые тебя приобретены в жизни и поверь что ну ничего меняться не будет потому что ты опять возвращаться туда а дальше программа будет срабатывать ну так как она срабатывает и ну я повторяю сейчас часто эту фразу рейхард банк и в свое время сказал что невозможно верить богу если ты не знаешь воли бога для твоей жизни потому что без знания воли божьей ты не можешь смело верить слову божьему ты не можешь строить на этом слове ты не можешь поступать соответствии с словом почему потому что если ты не знаешь воли божьей вопросе твоего здоровья в вопросе твоих финансов вопросе твоей семьи и так дальше если ты сомневайся если воля божья чтобы я был здоров если воля божья чтобы я преуспевал если воля божья на то чтобы моя жизнь была счастливой если ты в этом сомневаешься естественно твоя вера никогда не будет но твердый ты никогда не сможете твердо за богом ты всегда будешь просто но эти вещи ты будешь обходить ты будешь думать но там на стебельках ромашки люба не любая благословит не благословит ты будешь всегда вот эти занят вот этой но скажем поиском вариантов которые тебе будут подсказывать внешние всякие вещи поэтому воля божья всегда есть в слове божьем самое совершенное понимание воли божьей это записанное больше слов бог никогда не меняет и он пришел к тому чтобы записать слово потому что он четко знал что ну люди будут своей интонации своими взглядами своими мыслями они будут искажать поэтому для того чтобы передача она не было как испорченный телефон бог решил записать свою волю в слово божье и поэтому мы имеем записанное больше слову и мы можем действительно видеть вот это есть воля божья и мы можем его принимать для нашей жизни и формировать свою жизнь и теперь мы говорим о практике как на самом деле ну что влияет на то чтобы мы могли действительно этим заниматься один из способов который каролин лиф говорит нам нужно ну посвятить мысли или цели которые мы пытаемся изменить своем разуме посвятите этому процессу 7 минут в день на протяжении 21 дня и мы переходим если мы сделаем три три раза по 21 дню мы переходим к тому что это становится частью нас я говорю это на уровне физиологии на уровне нашей души на уровне ну того что но становится неотъемлемой частью нашей жизни так вот самая трудная но проблема задача в том чтобы вот эти семь минут для этой темы найти каждый день потому что мы делаем это но скажем практика показывает так мы делаем это пять дней десять дней мы делаем это а потом большинство людей к сожалению они разводят руками они говорят не вижу смысла вы даже не можете себе представить какое количество людей начинают читать вот эту книгу кто я в иисусе христе то что мы просим исповедание читая себе в голос и соку много к нам приходят людей которые говорят не вижу смысла я вот читаю вот пятый день чувствую себя каким-то непонятным лопухом что что от этого поменяется от того что это говорю они понятия даже не не понимают что их уста это руль жизни что то что ты говоришь на самом деле она направляет твою жизнь туда куда ты идешь и если ты не можешь починить себя и свой разум затачивать под эту истину то рано или поздно ты просто возвращается на исходную позицию потому что ты ничего не хочешь поменять своей жизни по-настоящему поэтому давайте пойдем слово божье и будем читать начиная с филиппийцам 4 глава и давайте 6 стиха начну читать не заботьтесь ни о чем но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы богу вот помните это слово но во всем через молитву и прошение с благодарностью и с благодарением слово с благодарностью здесь это греческое слово которое переведели сюда как евхаристия мы благодарим бога за то что он сделал евхаристиях причастие что эта смерть это свидетельство его победы каждый раз когда вы принимаете причастие вы смерть господа возвещаете доколе он не придет вот на основании этого мы открываем наше желание богу вот на основании этого мы говорим не просто мне хочется не просто я хочу этого не просто мне надо я недвижим нуждой я при когда мир божий то есть когда когда я беру это на основании того что он сделал на кресте тогда мир божий превосходящие всякое понимание то есть мою естественное человеческое понимание она рождает меня в этой ситуации сейчас тревогу беспокойство я могу суетиться я могу дергаться туда-сюда он говорит но вот этот мир божий который приходит это сознание что я под заветом я под благословением тогда этот мир божий который превыше всякого пониманию мышлению которое построено на основании того что иисус обеспечил ведь все что для твоей жизни сегодня нужно уже было иисусом на на кресте с он сказал совершилось и в это совершилось в этот пакет было включено твое здоровье твое искупление твоя защита устройство твоей жизни твоей семьи твои твои замужество твоя женитьба твои дети твои внуки все было включено в это совершилось все что мы потеряли водами в эдемском саду из-за грехопадения мы получили возврат это но но писание говорит что нам нужно в этом начать пребывать почему потому что если мое мышление не будет пребывать и я не буду притягивать себя в мышлении вот к этому образу к этой позиции которая есть это что я проповедую сейчас по воскресеньям именно о правильном формировании фокуса картины и видения то что я вчера на эфире говорил если вы не видели рекомендую посмотреть вчерашний эфир который был голос веры он ну очень важный почему потому что бог говорит помните в 11 главе книги бытие когда они строили эту башню эта история начинается с того что они сказали друг другу прежде чем мы разойдемся с этого ну с этой точки нашей жизни давайте в память о себе выстроим башню высотой до небес и писание говорит что вместо камней у них были кирпичи которые они ну формировали и выжигали и вы понимаете что дом божий строится из камней и вы как духовные камни устроить из себя дом духовный все что связано с религией это связано с усилием то есть не но я не есть камень я создаю камень я ну вот сама идея построение этой вавилонской башни стать ближе к богу но на основании своих собственных усилий и они должны были приносить эти кирпичи и укладывать их 11111 для того чтобы стать ближе к богу и писание говорит бог говорит сойдем и посмотрим и когда бог смотрит на эту то он говорит следующую фразу они не отстанут от того что задумали почему потому что вот эта идея которую они согласились единодушно она зародилась внутри их и стала целью их жизни англия цели может остановить тебя от этого пути но если цель ясна вот эта фраза вижу цель не вижу преграды она будет так многие люди остановили своем пути потому что у них цель не было ясной но нет времени чтобы об этом всем говорить много но скажу проще бог работает с нами воспроизводя в нас хотение и действия соответствии с его волей и вы должны научиться понимать что голос божий к нам не всегда является голосом говорящим извне потому что ну это хорошо когда ты слышишь голос божий и ты слышишь его ясно или слышишь его извне но я скажу быстрее всего это один из тысячи раз я может быть пару раз за свою жизнь слышал слышимый голос божий но все другие разы когда бог мне говорит и продолжает говорить это до сегодняшнего дня это не построено на внешнем слышим голосе и когда я анализирую вспоминаю то время когда бог мне проговорил это слышимым голосом это было то время когда я не был никаким другим образом но готов слышать его голос то есть я был увлечен какими-то своими делами своими но вызовами в жизни так дальше подобное и богу нужно было экстренно меня просто разворачивать и он вынужден был мне говорить слышимым голосом но на самом деле бог воспроизводит тебя хотение действия бог дает тебе остановку бог дает тебе чувствование ты можешь просто вдруг начать понимать это вдруг у тебя просыпается какой-то ну отношение к этой вдруг эта мысль не выходит твоей головы и может быть это просто даже твою но если грубо сказать даже такое непонятно откуда взялось впечатление я не знаю каким и способом бог может тебе говорить и я скажу что некоторые из вас вы просто даже не понимаете что это бог вам говорит хотя он к вам говорит ясно четко и понятно но просто вы наслышались вы себе так представили что говорить бог вам должен сейчас сын мой слушай бог будет говорить тебе нет абсолютно быстрее всего я говорю что наверное тысячи раз это будет не так бог будет тебе говорить ну ясно понятно для тебя и тебе нужно просто но практика для того чтобы понимать что это тот способ через который ты воспринимаешь реагируешь на бога больше всего но сейчас но как бы не об этом он говорит потратьте братья размышляйте о том что истина вот этот центр нашего мышления но есть ситуация есть волны есть давление на твою жизнь есть вызовы которые стоит под тобой до этого да это то чем ну тебе кажется что надо нужно сражаться нет прямо тогда когда буря поднимается высоко твоя и моя задача смотреть фокус держать на иисусе христе почему потому что иисус не сражается с бурей когда они с петром зайдут обратно в лодку море утихнет само по себе то есть я хочу чтобы ты это понимал потому что ну война идет вот на этом уровне дьявол сражается против каждого из нас на уровне нарисовать картину потому что он знает что мы мыслим образами поэтому бог тоже показывает тебе картину цели он показывает тебе как это будет по его плану и он хочет чтобы ты ухватился за это я не знаю откуда я знаю но я знаю точно потому что внутри меня есть это свидетельство я не знаю как это объяснить тебе человеческим языком но я точно знаю я я это от бога принял слово какая гарантия потому что так написано и я буду стоять в этом и чем тверже буду стоять в этом тем сильнее но тем больше шанса то что так действительно и есть в моей жизни это уже происходит сейчас поэтому я абсолютно абсолютно еще раз говорю что нам нужно понимать как бог говорит нам и он говорит всегда на основании его воли и его а те опять иногда ты думаешь уже господи что ты хочешь показать казалось бы я все знаю и ты читаешь 10 раз 15 раз и потом вдруг бац и ты начинаешь видеть то чего ты никогда там не видел и это тот механизм который работает почему потому что есть преграды которые ну ну мы в духовном реальном мире мы под обстрелом все находимся под ну перекрестным огнем и и дьявол он ну скажем он атакует каждого призванного и понятно что но кто-то из нас мог бы сказать господи но мы думаем что если мы собираемся здесь собрание то тут дьявол уже не присутствует и я бы хотел чтобы так было но писание говорит что если ты под подчиняешься раздражению если у тебя есть обиды непрощение если у тебя есть там разные вот эти повторяющиеся грехи которые воспроизводит дьявол если ты живешь под давлением того или другого ну демонического воздействия то это и есть они вот таким образом и добирается и в церковь тогда паровозиком с тобой уже если бы всех изгнать то часть людей бы тут не могла бы быть ну что их нужно было бы тоже скажем они стоят будут стоять на выборе но с кем мне пойти дальше тот привычные известные и как я распрощаюсь своей обидой как я распрощаюсь своей но болью которая у меня есть так возьму так просто отпущу я ее лелеял там годами и так просто за один день отпущу да представь себе что тебе лучше за один день так взять и отпустить это чем чем ну тусоваться с этим бисюком который будет втихаря разрушать твою жизнь и ты будешь только страдать ну извините что я но говорю это не может быть не в тему сегодня здесь но правда такова что нам нужно понимать что дьявол атакует жизнь каждого из нас и мы можем быть по защитой божьей и больше защита на нас через позволение божьему слову потому что он говорит чтобы мы взяли этот щит веры которые мы можем угасить раскаленные стрелы лукавого стрелы вот эта мысль это доставание дьявола нас и наша вера она может выявляться счету но я точно знаю о себе возможно у вас нет этой проблемы но я знаю что есть вещи когда я себя заставляю верить слову божьему в той или другой области жизни я говорю может быть у тебя такого не случается но ты идешь по накатанной часто тебе кажется что ну все правильно и все нормально и потом о какой-то области начинаешь заботиться начинаешь что-то решать и потом вдруг ты начинаешь задавать себе вопрос а где аспект веры в этой области то есть но мы говорим там о здоровье финансах о детях а вот где моя вера здесь если область духовного которая доверяю богу или я думаю что это можно решить только естественным путем и тогда я возвращаю себя на исходную позицию чтобы верить ну я опять говорю о том что ну мы можем ну многие вещи делать естественным способностями нашими и возможностями но есть то что мы должны всегда понимать что без веры угодить богу невозможно если в какой-то области моей жизни начинает отсутствовать вера или я не использую веру для того чтобы достигать в этой области какой-то цели то я начинаю это делать без бога и тут шатание и тут скажем есть вызовы с которыми но но мне придется потом не понимая но как бы разводить руками говорить почему это ну а потому что мой фокус ушел с иисуса на размер вызова и проблемы я решал и я увлекся решением этой задачи без бога сам того не понимая что мой фокус сбился ну я благодарю бога что большинство из вас не но не свойственно так низко опускаться от бога но я просто ну делюсь тем что с чем сталкиваюсь сам поэтому я вас благословляю чтобы вы никогда но не сбивались этого курса и были всегда с богом и чтобы у вас не было никогда такой проблемы потому что наше мышление оно все равно формирует наше исповедание мы не можем исповедовать то о чем мы не мысль потому мышление всегда является фундамент может да но это моя работа это послушай мне все равно насколько это твоя работа но если ты не можешь времени уделять для божьего слова то твоя работа тебе не поможет я просто говорю об этих вещах ты можешь делать твою работу с богом со словом божьим потому что есть много вещей которые тебя должны сконцентрировать на истине божьего слова и тогда скажем тогда твоя жизнь она будет пропитана в эту истину и тогда слову в котором есть сила она будет функционировать тебе во имя иисуса христа поэтому да благословит вас господь чтобы вас это было твердое понимание поэтому ну мы говорим конечно же для того чтобы наш разум продвигался нам нужно прямо учить себя ну повторять нам нужно заставлять визит на физическом уровне просто брать из библии и учить их и себе почему это важно потому что ваш ну разум нужно тренировать практически разум может но отличительной чертой всех этих людей было быстрое мышление быстрый ответ не было вот этого бэканье мэканье такого но уже престарелого сильно когда люди начинают мысли где-то искать вспоминать о как а тебе как тебя звать и тебе срочно это надо знать как меня звать и дай вспомнить да и ну вот эти вещи они отсутствовали напрочь то есть люди разговаривали в таком возрасте так как будто это были молодые люди у них было легкое мышление и они говорили каждый раз когда джон лейк учил их он сказал вы должны запоминать каждый день как минимум 5 стихов из библии и каждый раз вы должны повторять их для себя о том кто вы есть ваше исповедание в ваше говорение оно должно быть четко так чтобы однажды вы сами поверили что это принадлежит вам говорит мы твердо идти вперед поставлять цели и утверждать эти цели ну идя к этим целям воистину твердо и ну скажу очень определенно давайте еще посмотрим несколько мест писания в его над я на 16 глава я быстренько буду вам читать 16 глава будем стать там из 13 стиха можно чуть раньше много еще из 12 стиха много мне еще хотелось бы вам сказать но вы сейчас не можете это воспринять когда же дух истины придет он ведет вас во всю полноту истины он не будет говорить от себя но будет передавать то что сам слышит и скажет вам что произойдет он прославит меня потому что откроет вам то что он возьмет от меня очень важно для нас четко понимать бог хочет чтобы ты четким но был ну как бы направлен к изменениям той цели он покажет тебе на но как бы будущее возвестит но синдальный привод говорит он показывает тебе то что будет он он хочет чтобы ты видела это у духа святого есть прямая цель прямая задача тебя подвести к этому видению чтобы у тебя была четкая картина но для этого тебе нужно погрузиться в эту истину тебе нужно принять эту истину тебе нужно позволить на истине окутать тебя со всех сторон но здесь уместно повторить наверно вакуума 22 вот эту на стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал что скажет он во мне и он стал напиши это видение на черта ясно чтобы читающий легко мог прочитать это то есть мы говорим о той картине видение которые ясно передо мной я говорю я вижу я понимаю и осознаю я иду сюда помните это но уже больше там с охотом 12 14 лет назад мы говорили об этом очень открыто но многие из вас вы хотите но вы сами не знаете что вы хотите и я говорил на одном из семинаров о том что если ты действительно собираешься выйти замуж и ты сейчас не находишься там и тебе нужно туда прийти правильно начни уже об этом молиться мы кстати молимся о наших детях дня их зачатия дня их рождения мы молимся о благословении чтобы не вступали в супружество правильно с правильными людьми и мы уже сегодня молимся благословляя их там ну мужей будущих почему потому что мы верим что это слово должно работать и я скажу еще нужно много молиться не просто о том чтобы бог благословлял их мужей но и их самих чтобы они были послушны слову истины чтобы дьявол не увел их от этой истины то есть поэтому мы должны это понимать и теперь послушайте это принципиально важно когда мы когда я говорил это на том семинаре я говорю возьмите просто но для себя поставьте рамку которую вы можете себе позволить купить на видную часть там стены вашей комнате вашем доме просто с пустую без без фотографии и когда вас будет постоянно спрашивать что то что что за за рамка пустая что за такой но обычай плохой скажи тут будет висеть моя фотография свадебная с моим принцем я говорил нескольким сестрам но вообще скажем без всякой перспективы если вы хотите чтобы у вас был дом возьмите сделать и кто в церкви помните давно там там ирина потом лена они взяли они поставили в кафе еще там было они поставили кирпич на у них там стоял и все спрашивали то глупый вопрос что кирпич здесь тут делает это часть моего дома и в тебя нет никакой перспективы и ты и ты не зарабатываешь деньги которые могут тебе ответить на твой вопрос но я хочу сказать что и в одно и второе есть сегодня но дома в которых они живут и можно рассказывать до бесконечности знаете но шаг веры ну когда ты видишь эту цель когда ты понимаешь что у меня есть я иду туда и может угодно рассказывать эту эту кому-то повезло у кого-то это случилось но я скажу у всех случилось то тогда послушался потому что мы получили несколько там десятков свидетельств что бог сверхъестественном благословлял и ты можешь рассказывать что угодно но если ты говоришь но ты но скажем ты не муж это скажем отстаивать потому что она не является четким твердым твоем сердце то ты конечно же будешь потом разводить руками сказать а в моем случае это не сработало давай посмотрим если в твоем доме но это рамочка рамочку зачем мне все будут спрашивать может быть это выглядит самонадеянно может выглядеть как-то неправильно что я просто положу кирпич на стол и он будет там все время лежать да да они годы лежал он там у нас кафе кто помнит они продавали кофе там все делали там комнате еще было и скажем и у них лежал кирпич на столе и из них пристёбывали все но стебать и стебать и солена живет в своем доме аллилуйя и ира тоже и смешно может кому-то выглядит но этот часть моей пути это часть моей веры это часть моего ну как бы шага стратегии я иду поэтому чем больше об этом размышляю я говорю об этом бог желает меня бог высвобождает через меня пророческое слово и я говорю кости сухие слушайте слово господне то есть у меня если откровение что воля больше есть в том чтобы ты жил в нормальном доме да я любому из вас скажу и мне надо слову мудрости словознания иисус обнищал ради тебя чтобы из-за его бедность ты стал богатым а благословение богатство его знаете в два вида богатства который бог нам обещал он не обещал тебе деньги он сказал я благословлю вас домами и землями поэтому эту прямое благословение который тебе принадлежит в множественном числе потому что когда у тебя много домов и ты может а да и vi нужны деньги ты можешь продать несколько и и скажем у тебя еще есть но если тебя нет этого откровения что ты не положишь кирпич никогда ты никогда не будешь об этом говорить ты никогда не будешь пророчества ты никогда не будешь высвобождать слову почему потому что твои мысли они путаются скажем страхе они они запутаны в невозможности ты видишь эту ситуацию о неразрешимо это не подъемная ситуация для моей для для моего случая подъемная ситуация потому что бог сильнее чем твоя ситуация его слово сильнее чем твоя ситуация но бог не может сделать твоей жизни если ты нарушаешь эти законы потому что он говорит я хочу чтобы сеятель слово сеет то слову который ты высвобождаешь ты засеваешь им она прорастет это слово она даст плод обязательно даст плод но тебя требуется чтобы ты начал это говорить если ты говоришь тут что ты неудачник что ты не доживешь там даже до возраста твоих родителей что такая же есть такая экономика такая страшные но экология вокруг такие плохие продукты и все другое ты будешь говорить и ты потом будешь понимать что но все чего я боялся то меня постигла но ты можешь взять это все и сказать да но бог богатый милостью он изменяет это он превращает эти вещи и делает их абсолютно другим потом он говорит напиши начертай ясно чтобы читающий или вестник мог легко это прочитать я верю что это очень важное слово и нам нужно учиться чтобы чтобы действительно по-настоящему понимать бог предрекает нам будущее помните он говорит через пророка только я знаю намерение которые имею вас эти намерения во благо они во зло нам принципиально это очень знать у бога есть для меня благо он хочет чтобы я жил в счастливой семье он хочет чтобы я был наполнен правильной жизнью он хочет чтобы у меня было благословение так чтобы я мог благословлять других бог заинтересован чтобы ты участвовал строительстве его царства он заинтересован чтобы ты ну свои десятиной отправил хотя бы 100 человек на миссию и оплатил их миссию там на начало жизни аллилуйя для эту тебе нужно хорошо с ну получить откровение 100 человек на миссию это это но каждый месяц им нужно перечислить достаточно денег чтобы они могли там жить проповедовать снимать квартиру пока начнется что-то свое аллилуйя и за все отвечает серебро и и тут не прокатит вот это знаете религиозная мулька но типа даром получили даром давайте ты не можешь послать миссионеры сказать тебе даром бог дал благословение иди там даром там с миром грейся и питайся этот вариант не прокатывает это для супер религиозных знаете но людей которые тулят сами не понимают что тулят потому что но ты не можешь сказать человеку который зависит от там скажем если он музыкант если он евангелист сказать ну как я тебе могу поддержать твое служение но я я просто хочу взять только твоего служить знаете одна из проблем которые есть в славянском мире сегодня у нас почему мало евангелистов но которые могут слушать которые могут странствовать которые могут помочь церкви по местной там неделю пробуждения делать большинство из вас то читал книги американских но там служителей не рассказывать что мы были там каждый вечер проводили служение как евангелисты не имея церкви потому что церковь поддерживать евангелистов в нас ну я скажу так для понимания что когда мы собираем иногда скажем этим но людям прожитования дополнительно в церкви то иногда даже стыдно сказать что там ну полный зал но мы собрали дополнительно прожитования там 2000 гривен аллилуйя и потом мы говорим церковь давайте но мы говорим старейшим давайте мы с резервного фонда дадим потому что нам стыдно такой церкви дать просто прожитование человеку который приехал служил скажем там ну 2000 гривен потому что ну а почему потому что но мы так думаем ну пусть кто-то даст а они в этом суть я соединяюсь словом который меня благословила и свидетельство этого и я сею в эту слову почему потому что я этим свидетельствую что это важно для меня это сильно для меня вот почему вот почему скажем моей жизни есть много вещей которые уже стали на свое место там где они должны быть и кто-то может сказать но в моей жизни это еще не сработало я говорю от это уже доступно для тебя бери и пользуйся этим колоссянам 1 глава быстренько читаем еще там то что но я должен заканчивать я знаю но верю что это очень вам важно колоссянам 1 глава и там давайте с 25 стиха может чуть раньше аллилуйя я стал ее служителем то есть радостной вести по поручению бога чтобы представить вам во всей полноте его слову которые остава оставалась тайной для людей из века в век из поколения поколения а сейчас послушайте а сейчас это тайна это слово она открывается его святым 27 стих бог захотел открытием как велико и для язычников богатство славы этой тайны которая заключается в том что христос живет вас и он ваша надежда на будущую славу вы помните что это вот красота откровения которые джон лейк пророчествовал что когда церковь придет к этому откровению когда язычники увидят это откровение что христос нас это явление проявлено славы божьей тогда мир будет изменяться именно благодаря этому откровению и он и он говорит здесь бог захотел открыть как велико и для язычников богатство той славы этой тайны которая заключается в том что христос живет вас он ваша надежда на будущую славу вот это есть то благословение которое нам принадлежит это то есть благословение которое нас формирует и если мы четко понимаем что бог хочет нам это открыть и он открывает для язычников то я хочу чтобы ты мог приходить с этими словами в молитве перед господом и сказать господь я хочу это в откровении почему потому что но мы так часто используем эту слову слава господня что мы перестали придавать этому значение это просто но для многих людей как связующие но как бы звено но слава господне это проявленное присутствие то есть когда мы говорим слово слава господня мы говорим бог желает проявить свое присутствие через свою победу то есть это не просто абстрактное слово не имеющее значение бог желает проявить свое присутствие то есть мы говорим так если бы иисус физически сегодня был здесь чтобы он сделал он наверное хотел бы кого-то исцелить поднять благословить но слава господне это то что дух святой может воспроизвести это через тебя как язычника то есть он говорит я хочу чтобы вы увидели что эта тайна больше не является тайной и она доступна каждому из вас и любой из вас вы можете рассчитывать что это становится частью вашей жизни частью вашего но скажем утверждение хождение с богом потому что ну как бы нам не просто нужна сила воли чтобы обновлять наш разум нам не просто нужно знаете какой-то ну внешний такой источник постоянно толкающий нас к этой цели у нас должна проявиться это внутренняя мотивация бог духом святым говорит внутри меня и я вижу что моя жизнь изменится если я буду по-другому мыслить и поэтому я карабкаюсь я хватаюсь за это обетование я берусь и я возвращаю себя на исходную позицию но знаете как правильно это мое образование не но скажем механическое есть такое понятие в в инженерии как гирскоп знаете его сам проставим механизм использовать в торпедах ну вот их ракетах на корабле и чтобы атаковать корабль противника задача но этого там много ступеневого этого гирскопа чтобы вот цель которая задана изначально она не сбивала торпеду то есть волна может опрокинуть эту торпеду сбить ее с курса но вот это внутренний настрой возвращает ее на ту трассу которая изначально была задана ну за счет это вот скажем торпеда достигает своей цели так вот внутри нас наш дух является этим знаете внутренним вот этим наводящим нас на божью цель ну если можно сказать гирскопом который нас возвращает туда как эндрю омак сказал но независимо от того как ты сбился с пути божественный gps вернет тебя и построить тебе новую дорогу для того чтобы ты пошел к цели где бы ты ни был вот эта внутренняя сила божья она вернет тебя знаете вот помните детскую игрушку неваляшку что-то внутри есть и надо было но что с пытливым умом разобрали посмотрели что за сила и возвращает обратно но кто из того поколения еще тысячелетия с прошлого то наверное вы поработали над тем чтобы доказать себе что вы победите эту неваляшку да но я говорю что дьявол не можете победить когда внутри тебя есть божий дух дьявол может тебя сбить с курса но если ты позволяешь духу божьему он вернет тебе он построит новый маршрут но он доведет тебя до цели и он скажет что это твое место где ты должен быть но он не будет выделать вместо тебя это это не проходит вариант найти но там ну я не знаю где я есть включить gps я не хочу и выключать я с ним поругалась очень известная знаете истории но на самом деле вся правда заключается в том что если ты позволяешь духу божьему чтобы он направлял тебя он найдет тысячу способ к тебя направить если ты действительно обращаешься к нему у него из тысячи способов как тебе проговорить и все что отменяет тебя требуется это просто на какую-то секунду притормози и и скажи дух святой да и помоги расскажи настав и он это сделает обязательно для тебя во имя иисуса христа я хочу чтобы мы могли помолиться вместе и попросить святого духа чтобы он направил нас в эту победу я хочу чтобы сегодня в этой молитве мы могли сказать дух святой я благодарю тебя что ты неизменный мой наставник что в твои в твои совершенные воли находится вся моя жизнь и я могу по-настоящему сегодня торжествовать божью победу давайте давайте мы встанем и скажем дух святой я благодарю тебя в моей жизни настал новый момент момент когда ты уже есть и ты тот кто направляешь меня и сегодня я позволяю моим устам говорить пророческое слово и я буду изрекать я буду говорить то чего еще не видят мои глаза но это уже есть моем духе это уже есть это надежда это как надежный якорь который заякорил меня вот святое святых через тот завет который у меня есть я имею твердое убеждение я абсолютно уверен что будет именно так потому что господь он сказал его слово это говорит и я принимаю это как истину божью и я устрояю это в моей жизни моем пути позволяя духу божьему совершить это и сделать это так как ты повелел мне сделать во имя иисуса христа я благословляю моего брата и мою сестру пусть их жизнь из тех обстоятельств которых они находятся прямо сейчас будет разворачиваться духом святым в то место который ты им указываешь пусть они будут достаточно чувствительны к твоему слову их тебе говорящему вяжись чтобы они могли правильно реагировать и правильно отвлекаться на твой голос а я их благословляю благословляет дома семьи я благословляю все что они будут делать во имя твое да преуспеют да будет их жизнь полна плодов твоей славы и да будет они благословлены в каждой сфере жизни во имя иисуса христа я провозглашаю божественную защиту над их домами семьями божественную защиту над их трудами над их бизнесом во имя иисуса христа я говорю благословение твоего слова она влияет на них она изменяет их и она утверждает их в правде божий во имя иисуса христа тебе почтение слава и благодарность ты этого воистину достоин отец сын и святый дух аминь воздай господу славу он достоин хвалы и он воистину достойны всего поклонения и для нас очень важно знаете могут только говорить как яков стал мудр ли кто из вас разумен ли иди и докажи ты на самом деле как добрыми плодами правильным мышлением правильным исповеданием пусть это станет частью твоей жизни я вас искренне благословляю заканчу эту часть служения мы будем говорить благодать господа нашего иисуса христа любого бога отца и общение святого духа со всеми нами аминь мир божий благословение больше в вашу жизнь если вам нужна специальная молитва если вы хотите поучаствовать этой молитве за других пожалуйста там справа в стеклянная дверь там где библиотека 5 4 5 комнатам открыты по моему так мы там ждем вас и благословляем вас во имя иисуса христа аминь